а итак всем привет с вами макас сегодня мы продолжим продолжим мы с вами покорять европу на концу с коробой начну в европе так я честно уже не помню куда мы сейчас поедем но судя по тому как я закончил грусты мы взяли сейчас мы прицепим то уже подробно у ее и уют у меня аварийная план попробую в дороге починить прям с грузом заедем так мы в добрый путь завелся наш рено так давайте и сделаем привычный настоящих дальников и не поедем потрясим сейчас просто самому интересно какой же это так груз взял так прицепили давайте пересмотреть взял я яблоки а едем мы куда мы едем 778 километров сейчас глянем по карте и так извиняюсь то что раз и уже я в дороге я мудак забыл включить запись блин проехал правда немного ну блин о чем-то я рассказывал ну ладно мы короче едем в бердин как я говорил попробуем короче попробуем по англии поездить за потом вернемся кстати в англии там же купим фуру как понятие у меня там не хватает 1 1 1 грузовика по моему в гараже ну принц я его с любой точки могу купить но уж если мы едем в англию то мы едем в англию смотрел я вот эти вот скоб мы взяли вроде яблоки да и такое расстояние внушительное денег нам всего дадут девять с половиной тысяч грубо говоря так что едем и друг горя в холостую потому что фура у нас в аварийном состоянии будем надеяться на наших как их нанятых водители да они доход так приносят сразу там купим фуру и гараж то мы вряд ли купим потому что фуру и гаражи покупать от надо на дальней дистанции ехать от нас и движок постоянно будет выключаться но надо найти какой-то горд а городов чё-то я пока в принципе проехал мало но путь тоже будет не очень большой так как я думаю вот из этого пути километров 300 я думаю мы должны на пароме проехать или это будет поезд на рвит все-таки будет поезд там потому что такое внушительное расстояние здорово так-то ехать в принципе немного ну сейчас посмотрим если уж никакого города не пойдет нам такого не может конечно быть но все равно что-то народ не едет вообще посмотрел что про эту игру там карта блин так хотел что российскую карту и чуть найти не могу да и ладно тут по европе в принципе найдет я нашел они платные блин пробных вариантов не что ну пока тут у нас по европе достаточно много придет путешествовать потому что в принципе уже об этом говорил я только не записал это как бы был то я везде вернее не было неправильно выразился много часов провел я за этой игрой а по хорошему то особо я и не был нигде какие-то непонятки весовая что вот это я вообще от на ту вот первый раз вижу хер над как называется я думаю что весовая к фу развешиваться почему у нас не известно возможно я шоу да не весовая там как это или разводной мост может его круто жалко что дождь от не люблю ездить в дождь или по ночам не видно красот так скажу да тут какой-то здоровый такой такой мост вот первый раз я здесь о чем я говорил то что часов накатка у меня в игре много но я как бы всегда старался брать такие грузы которые больше бабла приносит а это как правило вот англия и германии или еще дальше там 1800 километров за них там и строительную технику за него больше всего дают вот и я и только их возил как бы зарабатывал а потом я уже сейчас понимает то что особо то я ничего и не видел вот чем дело он даже памятник он стоит играть так нормас вот и поэтому решил я вот так вот мелкими перебежками по всем городам проехать ну посмотрим как получится на там же по окраинам я вообще не было сейчас вот будет задумка в бердин поехать вот ну ну не сейчас мы сейчас в яблоки привезем город а там палату попробуем до абердин доехать каким-нибудь методами поэтому немножко по путешествием по англии ну да англии враг ну да англии там ты единственное чего не нравится то что ты ночи класс какие-то колонны тут вообще неудобняк для фур как-то на дна обгон для там все он спасибо чувак вот опять вот эти вот не знаю как я это называется возможно весовые ну хотя почему нас не взвесили непонятно но это ладно так заправка все у нас есть опять же ветряные мельницы европы я так понял активно используют природные ресурсы в россии вот по-моему из такие еды в россии он справа мельницы тоже на редкость а вот ветряных по моему и столько как вот ради эксперимент не встречал я вон какие классные поля вообще классная игрушка хотелось бы верить чтобы она и дальнейшем развивался уже как бы более менее нормальные карты уже были бы доступны уже в игре как бы не только европа там да там допустим ну ближайшиеся какие-то ну там охотка не жда там россии белоруссия чтобы но от которой действом украина мы будем ждать ждать принципе это уже все есть только это все пока платная и иногда даже бывает и плава платная карта как бы толку от них-то не очень много как бы они не надлежащего качества но это то что говорят я сам конечно не проверял не могу прямо вот сто процентов уверенности говорить так чувак пропускай фуры едет он здесь так он додуматься она он далеко все так выглядит солнышко только шел дождик солнце осталось нам 600 километров но на самом деле мы поедем проедем своим ходом немного хотя сейчас посмотрим на я думаю уже вот километров 400 мы уже будем подъезжать к переправе уже примерно ну сейчас посмотрим могу ошибиться так за бортом 27 градусов жара у нас я надеюсь климат-контроль ну в принципе сейчас пока в комнате нормально еще не лето так что он тут молотком ебашит наверно вы не слышите ремонт затеял ну не я кто-то там за стеной соточка туннельчик нам еще по кредиту платим сколько 10 тысяч да знаешь что за неисправен двигателя заводи селки-палки а ну вот даже видите вот уже переправа конец главной дороги тут надо усыпить дорогу смотрим зеркала никого нет уезжаем он торка двигатель неисправен вот я что замечал то я много раз проезжал повороты потому что навигация гаснет и там особенно пенсии у развилки паромные переправа будет посмотрим время она займет порядком так он чувачок что там делать а по телефону шулька лякать факер сдается всем блять приезжу так так я так понимаю нам дальше ну да вот заезд вам как бы на железной дороге то поинтереснее заезд просто как ты вроде заезжаешь вон все эти заборчики не сбить неудобно заезд с этой стороны ищем собственно это наш вон он зелененький накатом доеду не заведусь то фуру так мы не починили в европе придется ее чинить в англии надеюсь в англии более-менее слесаря но хотят в принципе одинаково блин вообще офигеть 1200 евро взяли блин 16 часов вот уже утро мы как бы уже поспали вообще офигеть дорого ну вот видите мы сколько 69 километров до места осталось значит мы проплыли километров 500 поэтому поэтому я и говорил то что мы очень мало времени проедем так что сегодня даже не придется ускорять видео и вставлять самую крутую мелодию в мире возможно какую-нибудь другую напишу я не напишу а запишу чуть от балды попробую он уже видней то сейчас зато починил фуру посмотрим чё к чему и возьмем сразу груз а уже в следующей части мы поедем покорять англию вот видите опять ошибку делаю движение тут другое вот наша полоса а я по встречке ехал даже и не знал то что я еду по встречке все наоборот у них придется привыкнуть а когда очень долго не указал апонтайм так 30 километров фото это туда значит сзади нас вот и сначала панга ездишь до привык потом в европу приезжаешь там начинаешь по-другому ездить блин так продолжаем как немного я отвлек сми смс пришла так заебали эти блядь дан хаус и продавать всего там за миллион блядь евро так ну вот уже подъезжаем комбайн он там ой не комбайн а это эскаватор ебется в песках остается 50 километров но тут мы не можем разогнаться тут под горку плюс у нас все как вы помните фуры периодически глохнет и не развивает мощности тем не менее думаю доедем часа по англии поклесим пшеницу сажать понятно смотри дорогу бля неудобно конечно вертеть башкой и как бы в реале то удобнее а и перепутал фух хорошо скорость маленькая была блять да ну стой шаль ты еб ты совсем совсем шаль ебанулись а видите да нет он просто прямо едет я думал блять чуть фу рубль я чуть шаланду свою не зацепил за забор вот неудобно тут вот конечно узкие эти развилочки наверное когда они строились еще не думали что хотя бы современ постройка может я просто две недели на 1 ездил поэтому так смотрим машина тихо тихо блять движок не работает дайте доехать довести эти яблоки подчиниться купить какой-нибудь грузовичок ну наверное какой-нибудь реноны они самые дешевые ну в принципе не важно тут я считаю своим подчиненным в принципе до 100 тысяч можно покупать грузовики потому что ну смысл нет за полу лимон там мерено покупать да зачем мерен можно себе купить хотя в принципе это тоже устраивает ну сейчас вот кредит выплачу по полностью наверное придется еще один кредит блять а куда еду то елки-палки тихо тихо блять приплыли нахуй этот называется товарищ запиздился да понял а чё ты сигналишь я вырулю епта сказал я сомневаюсь так ну вот еще одна интересность ну и все чутарю что блять сейчас я блять ну ебать там ну вы даете блять ребята по башке я себе по сигнале епта так там вроде все нормально блять ну почти выехала выехал или въехал блять ну лан хуй тут придется корябать прицепом так лан все стоим их для маневра нам места не хватит блять вот игра вот в жизни меня так все раз раз все езжай сейчас придется блять гребсти всеми блять всей толпой блять ну вот все я уже могу отсюда выехать ну блять это же хуй то уперся блять и не даст мне выехать хотя можно попробовать вот так вот да не это все как так попробуешь то блять вот я его сейчас двигаю блять ну ну о блять товарищ спасибо братан все ништяк выехали так что нет я ошибся видите вот на ваших глазах как бы интеллект присутствует отъехал первый раз со мной такое то что вот ну не то что я запиздился и уехал не туда а то что вот стоял стоял думал ща я его буду хуярить ну правда я чуть-чуть чутка подвинул но играет почему-то не заметила блин я реально удивлен чувак сдал назад возможно надо пользоваться поворотниками они же как-то должны ну соображать то что есть поворотник значит там блин ништяк вообще без потерь в принципе да без потерь я захерачил там прям ну до последнего сразу скажу не верил то что как-то это блять вообще первый раз действительно первый раз у меня такое теперь знаешь будем знать под горочку блять тут неудобный поворот сейчас будет так ходу 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 вот на дафе это ездил на воли выездил здесь на мерине вот они прям очень вот который дорогие тут попал миллион блин вот им и хорошо им проезжать перекрестки они шустры очень классно это конечно еще сломано пока он там проскочегарится так что надо с запасом всегда время рассчитывать так остается десять километров в принципе мы приехали с небольшими переключениями так 36 о как раз ремонт ремонт сейчас заедем на ремонт привезем им яблоко вон город виднеется уже отстраиваются люди а ремонт ремонт где хуй знал где а ну может сейчас в кургаля дадим скорее всего вечные стройки в европе любят они все ремонтируют так давай давай так приехали мы в ньюкастл и собственно продолжаем ехать так тут я увидел прямо блять ща починимся ща движочек дотащи блять нас ебать ты странный блять я ебу просто блять неужели блять да ну в пизду блять хуже я думаю что я не виноват как обычно в принципе сейчас выгрузим тогда наш груз поедем отремонтируемся поедем отремонтируемся так и теперь ломаем направо миллиметризм видели какой во блять не туда руль крутим поэтому нужен руль сейчас чутка подкорректируем а елки-палки стой сейчас едет вперед ну чутка рулем эх не рулем надо было не чутка а так нормально дать в общем загнал ага загнал блять не ну мог бы загнать так просто мы же за частоту процесса нам надо все ровненько загонять о а все загнали поздравляем и вас и меня мы пригнали яблоки так все мы разгрузились наши яблоки и мы куда можно уехать с этой компанией куда нам не надо Тогда поедем в другую компанию Там посмотрим Так, эта компания нам не подходит Они все в Европу таскают Так, сейчас мы поедем в другую Компанию Там посмотрим Итак, сейчас мы поедем до Бердина Но по ружнякам Так как грузов я никаких не нашел Там нас ждет груз доски Которую мы повезем через всю Англию И в Европу Как раз будет такое очень Хорошее путешествие Итак, всем спасибо, кто смотрел В следующей части мы поедем В Бердин, собственно С вами был Макас Всем пока